интересно. Я создал папку, в которой и будет лежать мой проект. Суть проекта заключается в том, чтобы попробовать написать сервис. Сервис, состоящий из бэкэнда, реализующий некий API, некий фронт-энд, ориентировочно я буду использовать ангуляр и желательно еще хотелось бы создать мобильное приложение, но это уже совсем планы вперед. Для начала мы начнем с того, что создадим базу данных. Известно, что в сердце любого приложения это база данных. Поэтому, не помню. Я еще не решил, буду ли я опубликовывать это видео. Одно ясно, что я хочу записать реальный процесс программирования, так как он происходит у меня, даже если это займет достаточно долго. Для начала необходимо установить базу данных. База данных у нас обязательно будет постгресс. Другие базы данных даже нет смысла использовать. Это главная папка подгрессом. Значит, давайте увеличим экран. Значит, нам надо сделать что-то типа... А, у меня уже установлено. Я это уже делал. Хорошо. То есть, нам необходимо разрешить все входящие... коннекшены, но давайте только сделаем md5. коннекшены, но давайте посмотрим. Ага. Ну, понятно. Он ругается на то, что старая фишка, версия базы данных тут. Я, видимо, уже когда-то устанавливал. удалим отсюда все. Теперь сделаем вот так вот. если я правильно помню. И да, создалась новая структура папок. просто шикарно. Давайте, значит, кое-что подправим. Я все-таки, да, хочу использовать пароли. Сейчас мы поймем, зачем это нужно использовать. Загрузим. Эм... Эм... а если я вот так вот сделаю пароль он и не спросит замечательно так это я уже гоню давайте посмотрим в интернете как значит значит вот это нам подойдет создадим никого пользователя позовем ему его также как мы назвали наш проект рабочие на название замечательно теперь давайте перейдем к а Давайте сделаем Чуть-чуть по-другому Отключимся Если я сделаю так Тоже не хочет Ну хорошо Давайте тогда сделаем По старинке Создадим базу данных Проблема в том, что Эта база данных создалась От пользователя Postgres Но это мы потом изменим Теперь значит Мы даем нашему Мегапользователю Полностью доступ К нашей базе данных Которую мы только что создали Ну как-то так И теперь Если мы выйдем И подключимся От ремайндера К нашей базе данных Мы соответственно Подключились Если мы хотим MD5 А вот инидификацию Сейчас у нас Спросит пароль Вводим его И мы уже внутри Замечательно База данных настроена Сервса нашего приложения И теперь мы Можем начинать Программировать Замечательно Создадим схему Основной принцип Которого я буду Придерживаться Будет От простого К слой Если мне Когда-то понадобится Я всегда смогу Это Переписать Пока что Я не хочу Усложнять Переусложнять Все будет Максимально Просто Насколько Настолько Настолько Насколько Это возможно Таскс Созерим Таблицу Таскс В ней будет ключ Главный ключ В ней Пульт Некий Хэш У меня уже есть На самом деле Решение Но Я не хочу Сейчас Его искать Из другой Базы данных И Переписывать Давайте Мы пока Сохраним Ой Это я Как-то Слишком Много Я что Отсоединился Откуда Эти цифры Ну Допустим Пока что Это меня Подобное решение Меня удовлетворяет Хотя В прошлый раз Я использовал Нечто другое Хэш Текст Дефолт По умолчанию Значения Будут Равны Вот этому Хэшу Рандомальному Зачем Это нужно Это нужно Для того Чтобы Во первых Я их не создаю При создании Новой записи Хэш Создается Сам И коллизии Мы будем Предполагать Что коллизии Никогда Не будут Происходить Ну Это Недалеко От истины Вот Кто-то Может спросить Почему Например Я не использую Хэш Как Айди То есть Почему У меня Главным Ключом Не являются Вот Эти самые Хэш Это можно В принципе Это будет Работать Но Поиски Джойны По всем Этим Хэшам Теоретически Будет Медленно Работать Это Даже Практически Будет Медленнее Работать Поэтому Я делаю Как Я делаю Уже Наученный Горьким Опытом Теперь Нам Нужен Нужно Поле Которое Хранит Соответственно Описание Задания Боди А Да Иду Еще Конечно Вот так Добавим Нот Нолы Что Еще Мне Надо Кроме Нот Нолов Мне Еще Понадобится Пока Что У меня Будет Солишь Один Тип Сообщения Просто Некая Очередь Которая Будет Отображаться Список Который Будет Отображаться На Экране Впоследствии Конечно Хорошо Было Добавить Разные Типы То есть Например Отложенные Во времени Задания Или Периодические Задания Или Еще Можно Много Все Придумать Но Пока Что Это Все Не Нужно У нас Будет Один Тип Задания Ввел Задание Отобразилось Выполнил Все Пошел Дальше Текст И Давайте Еще Добавим Просто Для Некого Некой Солидности Добавим Еще Метаданные Json B Потом Значит Нам Необходимы Поля С Датами Поскольку По хорошему Можно Создать Пока Что Только Одну Дату Дату Создания Дату Создания Но Желательно Также Иметь Еще И Дату Обновления Если Задание Будет Обновляться Через Интерфейс Это Может Пригодиться Для Всевозможных Приложений Но Пока Что Это Не Нужно Давайте Создадим Только Дату Создания Мы Устанавливаем Default Now Это Означает Что Мы Никогда Вручную Не будем Устанавливать Тимстэмпы При Создании Записи База Данных Автоматически Будет Создавать Таймстэмп С Текущей Датой Мы Создали Таблицу Вот Наша Таблица Tasks Она Пока Что Пуста Вот Ее Структура Все Как Мы Хотели Есть И Даже Главный Ключ Пока Что Мы Ключей Не Добавляем Поскольку Функционала Все равно Нет И Это Все Пока Что Не Имеет Смысла Впоследствии Конечно Мы Будем Все Это Добавлять Хорошо Теперь Нам Не И Не Создать Некий Скелет Приложения Для работать с нашей базой данных это что то что вам не нужно давайте добавим наш проект чтобы мы смогли с ним нормально работать этот мы сейчас закроем чтобы он нам не мешал итак итак в нашей главной папке соответственно будет под папка непосредственного бэкэнда бэкэнд бэкэнд который будет бежать на сервере и который будет отвечать за наш я я для простоты и поскольку я уже работал мы я буду использовать микро фреймворк фласк это позволит нам очень быстро начать работать давайте откроем еще один таб ну как то так и соответственно нам необходимо сделать некий hello world для начала и так я смотрю что они добавили некий новый способ запуска меня это не очень устраивает давайте попробуем поставить на конечно это не будет работать как-то так фитон у меня 3 3 поэтому даже не не указываю не заработал этот способ я категорично не хочу использовать конечно фласка есть много функционала он там он может работать со своими базами данных и создавать свои токены все очень много но мы это все откинем как не гибкое решение и то что нам нужно будет мы возьмем то что нам не нужно будет мы откинь здесь они говорят значит сделать так создать тут папку ап сюда непосредственно это а сюда вот так вот это когда 2013 год понятно что с тех пор много чего изменилось что они реально добавили флаз да конечно все к этому идет но это очень плохой способ давайте уберем вот это нам это пока не нужно и он не бежит вот так вот бежит не очень элегантное решение я всегда стремлюсь использовать на нативный подход то есть зачем мне отдельная а вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-то точно вот что я забыл мой косяк все все бежит все бежит и теперь если я открою еще один таб видите сервис где открылся сервер скопируем адрес вот вот сделаем курл сюда и мы получим наш hello world ну или кто совсем не верит то же самое мы можем получить здесь то есть сервер работает замечательно теперь мы вернули просто строку это нам не надо нам надо вернуть и джейсон то есть фласк он по у него есть функционал для рендеринга страниц очень сложно и очень как бы очень много можно им делать но этот подход уже не используется вся графика все рендерится создается на клиенте на сервере уже практически подход генерировать страницы на на сервере он отживает себе вот здесь какой то какой то есть респонс класс в принципе то что нам надо но опять же я хочу вот есть специальный класс респонс да это нам соответственно не надо это не используется импортируем отсюда и реально запускается код отсюда вот она и ой так что я сделал я что то не так сделал так смотрим значит отсюда мы только импортируем а весь функционал вот здесь замечательно так это должно быть сам и нет он он должен быть пустой давайте по идее надо пусть будет и нет пока потом если что переименуем вот а тут мы мы всего лишь мы все эти вещи будем разносить по файлам и и и весь функционал он у нас будет раскидан по файлам а пока что оставим как есть значит давайте испытаем Испытаем этот подход, респонс и создадим респонс. Давайте, например, сделаем, например, вот так вот. Повесим хендлер на API-info. Дата равняется... Как-то вот так вот. Для примера, да? И вот так вот. Давайте запустим, посмотрим, что у нас получилось. Ну, так, соответственно, нормально. Если мы сделаем API-info. Давайте все еще оставим пока так. Что же изменилось? Давайте посмотрим. Я думаю, что проблема вот в этом. И вот JSON. Не знаю, почему он автоматом это не заимпортировал. 404. Или... А, ну да. Давайте для начала вот так вот сделаем. О! Что-то получили. API-info. Есть. то есть. То есть, если мы сейчас посмотрим, мы действительно получаем JSON код возврата, такой, как мы хотим, код возврата, такой, как мы хотим, к серверу. Flask на питание. И все как и должно быть. Вот наш результат. Замечательно. Теперь... Если я хочу переопределить Flask 404, я хочу переопределить. Я не хочу, чтобы он отправлял мне какой-то странный... Я хочу... Я хочу... Тоже, чтобы возвращался API. Тоже, чтобы возвращался API. Как-то... Как-то так. Давайте лучше пишем вот так вот. 404. Джейсон. Ну и запустим, посмотрим. Все. Получили то, что хотели. Вот наш мини API, который мы создали. Мы научились возвращать... JSON значение. Это мы после раскидаем по папкам. После того, как получим здесь некоторую приемлемую структуру. Я пока что просто не нужно заморачиваться. Просто не нужно заморачиваться. Замечательно. Замечательно. Теперь... Я позволю себе... Я позволю себе некую... в фольность. И... скачаю уже готовую мини библиотеку с уже моего текущего проекта. Я ее постоянно дорабатываю. Значит... Значит... Здесь мы создаем... Так. Весь наш код будет внутри app. Замечательно. Ну давайте попробуем здесь. Какая у нас здесь структура. Ну да. Здесь такие должны быть. common. Тут создадим tb. Потому что возможно у нас впоследствии будет несколько паз данных. Например. Для поддержки редиса. Если мы захотим добавить или еще что-то. То есть здесь мы добавим postgres. и здесь мы добавим точно так же как и здесь. db. Postgres. SQL. Connector. и сюда мы скопируем. И сюда мы скопируем. еще нам нужна. From. Конст. Common. Создадим. здесь будут находиться наши пароли. у нас база данных находится на этой же машине. Поэтому. ремайндер. 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 И не трудно догадаться. Ремайндер. 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 Тут мы это все инклудим. И. Давайте. Посмотрим что мы ничего не сломали. Ну. Мы ничего и не могли сломать. Потому что они использовали этот модуль. И давайте. Теперь. Для примера. Для примера. Инфа нам не нужен. Мы сделаем лист. Давайте. Для того чтобы наглядно продемонстрировать. Добавим. Вручную. Некакую. Запись. Сюда. Инсерт. Минтал. Таскс. Так. Что нам надо вводить. ID. Сам. Проставиться. Хэш. Проставиться. Боди. Боди. Сам. Не проставиться. Проставиться. И. Мета. Мета. Тоже сам. Проставиться. И. Крейтед сам. Проставиться. То есть. Только. Боди. Ну. Давайте. Как то. Вот так. вот. Давайте. Еще. Добавим. Один. Давайте. На тот раз. Мы сделаем еще. И. Мета. Пока. что это. Не имеет. Смысла. Давайте. Давайте. For. Book. You. Start. New. Project. И. Ну. Допустим. Допустим. Как то. Вот. говорите. И. Мы видим. Что. Все. Что. Все. Нормально. Создалось. Все данные. Проставились. Мы хотели. Даты. Проставились. Хеши. Прописались. И. Теперь. Попробуем. Получить. Эти. Значения. Из. Снутри. Кода. Допустим. У нас. Есть. Метод. API. Лист. Который. Просто. В удобном. Формате. Все. Наши. Записи. Давайте. Сделаем. Так. Пром. common. gp. Force. Рес. Так. Значит. 웠. В. ers. еще один трик, который я некогда использовал. А трик заключается в том, что если я создам здесь этого пока нет то для того, чтобы воспользоваться этим, мне всего лишь нужно импортировать как-то вот так нет команд ну, как-то вот так вот а, ну да, конечно тоже нет но это, наверное, из-за того, что здесь тоже надо добавить знаете, что я потом подумаю, как это лучше переписать пока что мы это оставим так замечательно есть как этим коннектором пользоваться ну, для начала давайте создадим объект коннектора да это используется хитро сейчас давайте возьмем пример использования как-то вот так вот пока что мы напишем вопрос так у меня тут заглючила программа прошу прощения давайте мы поставим на shift alt чтобы не путалось запись вроде идет нет давайте попробуем попробуем как-то вот так вот и давайте запись и давайте запись а это больше не инфа это лист коннектор из ну это логично и нам сюда вывелся результат из базы данных уже готовом формате дикт дикт мы получаем текст потому что воспользовались здесь вот экстрас экстрас дикт курсор это то что автоматически превразует значение из базы данных в питом дикт структуру теперь я хочу чуть-чуть это подправить вот здесь коннектор это как-то вот так вот наверное работает нет тоже секундочку и так что-то падает давайте посмотрим коннектор что он так и не хочет так ну ладно пусть будет пока так тоже хорошо мне это не мешает в принципе мы уже получили готовую структуру так что такое замечательно и теперь нам из этого необходимо получить то что мы хотим так и того в принципе мы уже получили готовую структуру но так не очень хорошо делать потому что если например база данных изменится мы никак не сможем это проконтролировать на уровне аппликации нашей поэтому все эти значения мы будем пересоздавать как это делается как это делается это делать мы достаем только те значения которые нам реально нужны тут есть такая фишка что например айди пользователю никак не нужны айди это внутренний внутренний используем ресурс а извине всегда работа будет идти и с хэшем это хорошо в двух для двух вещей во первых пользователи не смогут перебрать все значения то есть брутфорс будет невозможен в последствии когда мы сделаем там разные селекты и query API вот это нам очень сильно поможет повысить безопасность то есть все что смотрит наружу это хэш потом получая хэш мы его преобразуем в айди если необходимость такая есть и уже дальше работаем с непосредственно айди то есть это нам не надо то есть мы его даже не возвращаем мы возвращаем хэш мы возвращаем давайте сделаем это вот так вот мы возвращаем поди мы мы возвращаем мета зачем необходимо мета я сейчас вкратце объясню то есть если у нас есть некая некая структура которая не четко не имеет джейсон банально то есть что то что не имеет структуры но тем не менее может нести в себе информацию очень удобно классе там в мета дату мы впоследствии посмотрим примеры этому и давайте еще старт тоже или креат креет вот так вот замечательно и здесь мы делаем следующим образом мы это вносим в блок и здесь дата это таск и генератором сейчас это все пропишем давайте это пока что так пропишем значит фор таски таскс а и тут соответственно наружу хэш будет представлен как айди то есть это не это некая такая обманка то есть пользователю незачем знать что творится внутри с точки зрения пользователя хэш и есть айди но мы то знаем что на самом деле это не это не настоящий айди это хэш и и и мета данные мы мы не будем пользователю показывать ему они не нужны тогда их можно пока что вообще в селекте не делать ну мы добавим то есть пока что это нам пока что не мешает оформим это как то вот так вот и так лучше так и попробуем запустить скорее всего это не сработает да 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 проблема вот здесь вот дамп с даты поэтому нам необходимо будет призывая преобразовать это строку потому что сам он это делать не умеет и вот пожалуйста вернулся джейсон в таком же формате как мы хотим и вот все таски то есть аппликация пользователя будет запрашивать и 5 и общаться с внутренним представлением бэкэнда с помощью этого опять меня его добавляя и так далее давайте для примера сделаем на сегодня последнюю вещь мы напишем простую функцию которая добавляет добавляет давайте сделаем вот так вот вот мы добавим новый рекорд вот вот да кстати здесь нам не нужно W тут достаточно read для чего это на что это влияет и дело в том что класс коннектора он если используется read он не открывает он не он не делает комит да то есть это по идее будет работать быстрее а так где я был ад в плане метод ад в смысле метод ад а не в аду так и теперь давайте сделаем так вот insert into tasks пока что значение которое мы будем добавлять они будут статичны мы просто убедимся что это возможно а потом уже добавим вот такую функциональность какая нам нужна так что мы будем сюда прописывать айди автоматом хэш автоматом body нет я это люблю оформлять вот таким образом кто там может со мной поспорить но это уже дело вкуса да и писи допустим мы обязаны здесь мы обязаны здесь мы обязаны здесь ввести вот такую вот вещь джейсон дамп как то вот так вот вот если правильно помню то есть это чистая вкусовщина да и я не настаиваю и после экзекьюта а нам надо нам надо значит ритурнинг 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 то значение как то есть мы должны вернуть аппликации айди добавлю значение чтобы с ней работать с ним работать должно быть да есть ритурнинг ритурнинг и пользователю мы будем возвращать хэш поэтому хэш нет вам и этого то есть как мы узнаем что что-то не было добавлю что я уже закрылся я уже закрылся давайте посмотрим как я это делал тут get one он видимо преобразует варой длины один а тут аксепшн кидается я понял то есть по идее мы этот аксепшн должны отловить но тут значение это должно быть добавлено поэтому task равняется get one и давайте выведем это на экран давайте знаешь что сделаем мы это выровняем вот так вот как-то вот так вот мы это выровняем и здесь тоже это будет гораздо красивее так вот и здесь и или вернее айди мы условили что это будет айди давайте сначала мы вернем вот так вот а проверим что выводится на экраны и ретурнинг нет такого а ну да конечно что я такое делаю сам не знаю что что не так так 71 connection get one ну да ну да вот здесь мы тоже возвращаем а вот как я здесь сделаю а вот тут у нас несколько 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 багов вообще лист и ад и и что вывелось вывелся вывелся вот что вывелось замечательно и теперь так так и если не равняется одному тогда трог здесь видите здесь возвращается на то есть если вообще ничего не то есть тут по идее здесь мы это уже проверяем но уровня выше мы это тоже проверим проверим давайте сделаем вот так потому что это проверяет внутреннее состояние базы данных так как это реализует эта библиотека психопиди 2 а здесь мы реализуем логику нашей нашего приложения и поэтому это защитная проверка что мы не дай бог не получим то чего мы не ожидали инвалид ну как то так потом ее ответить если что мы еще это все изменим и значит 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 вот так можно ну так я не хочу хорошо то есть Может лучше так сделать, да нет, тэшес, вот так вот. Ну как-то так. Видите, мы получили значение каждый раз разное. И теперь, по идее, если мы сделаем лист, мы получим вот наше значение ByPC. Итого работает добавление в базу данных и чтение из базы данных. То есть, если я сейчас еще раз прочитаю, я вижу, вот четыре раза было добавлено задание ByPC. Замечательно. Ну, конечно, можно еще подумать использовать WebSocket, но я его не буду использовать. В данном проекте, хотя бы потому, что... Ну ладно, это отдельная тема для разговора. Замечательно. То есть, если будет интересно, я продолжу. На сегодня все. Спасибо за внимание. В данном проекте. В данном проекте. В данном проекте. В данном проекте.